Приднестровье оказалось на голодном газовом пайке из-за того, что Молдова не хочет расплачиваться по своим газовым долгам. Год назад Кишинев заключил контракт на поставке газа с «Газпромом». Один из пунктов контракта Молдова не выполнила, а крайним сделала Приднестровье. Октябрь 2021-го вице-премьера Молдовы Андрей Спынул подписывает новый пятилетний контракт с «Газпромом». Согласно договору, Молдова получает выгодную цену на газ. Ту формулу расчета, которую просила сама молдавская делегация. Российская компания даже отложила тяжелый вопрос возврата молдавских исторических долгов за газ. До мая 2022-го Кишинев обязался провести аудит этого долга. Он накопился с 1994 года. Без учета долга Приднестровья это 709 миллионов долларов. К маю Кишинев аудит не провел. Даже не определил компанию, которая будет его проводить. Уже в мае «Газпром» имел право разорвать контракт с Молдовой, но ограничился сокращением поставок. С 1 октября «Газпром» ограничил поставки газа на 30%. Ограничение поставок отразилось и на Приднестровье. «Террасполь» ввел чрезвычайное положение в экономике, режим экономии в промышленности и вынужденно сократил поставки электричества с молдавской ГРЭС в Молдову. В конце прошлой недели молдавская сторона инициировала встречу политических представителей Молдовы и Приднестровья. На встрече делегация Кишинева попросила «Террасполь» экономить больше газа, чтобы произвести больше электричества для Молдовы. Приднестровье на это не пошло. И вот сегодня «Молдова-Газ» в одностороннем порядке резко ограничил поставки газа в Приднестровье.